всем привет друзья меня зовут влад это новый влог приятного просмотра вид очень хочу показать вид какой у нас здесь открывается слегка нелепо вести все эти вещи обратно потому что заселение скорее всего по факту можно просто пешком пройти итак сейчас в общем 13 февраля 3 часа дня и сейчас буду собирать вещи потому что мы с папой отправляемся сегодня уже вечером в казань на соревнования коммерческие старты madwave classic я никогда не был в казани вот очень интересно очень здорово будет съездить туда поучаствовать в первую очередь конечно же на этих соревнованиях я рассчитываю конечно же на отличный результат вот плыву все те же дистанции что плыл и в руси это 100 браз 200 браз если врузе была очередность то что сначала 200 браз его потом 100 браз в последний день то здесь не иначе наоборот немножечко все сделали сначала плыву 100 браз в первый день а уже во 2 200 это мне если честно не очень нравится во-первых потому что износ сил будет очень большой так как я все-таки больше предназначен для 200 во вторых и почему-то мне во второй день по крайней мере врузе мне казалось что сотка мне плылось точнее сложнее не знаю почему вот в общем посмотрим сейчас будем собирать вещи вот собственно это все мои вещи друзья которые у меня вообще когда-либо были здесь достаточно много футболок но беру я наверное возьму футболки две-три потому что врузу на два дня я взял вещей практически как на неделю там 4 пары носков 4 пар трусов там 7 пар футболок там на все случаи жизни в общем и в итоге проходил все равно в одной и было так мягко сказать слегка нелепо вести все эти вещи обратно да кстати вы можете заметить я подстригся это еще одна хорошая новость с которой хочу с вами поделиться из вентаря я возьму в первую очередь самое главное это друга подруга всех пловцов это досочка вот такая универсальная собственно моя любимая трубка и лопатки новый мои тир обзор на них вы уже могли видеть про прошлое видео вот можете посмотреть нажав на сплывашку очень прикольно мне очень все понравилось и собственно вот такой вот скромный набор я беру с собой и предмета по факту сетку я не стал брать свою розовую во первых потому что она тоже занимает какое-никакое место а рюкзак я беру по факту два рюкзака я беру с собой это вот такой вот в нем я хожу в шкелу свою сюда положу вещи повседневные которые буду ходить там всякие мыльные средства а сюда все для соревнований то есть футболка шорты я не знаю там носки гидрик очки шапочка ну в общем все необходимое для соревнований ну конечно же куда же без моего дружка это кстати еще один рук для пловца очень необходимый и так в общем вот это все по факту то что я беру с собой и футболки в одной буду на соревнованиях автора если что запасная поеду я вот в этой двое пар шорт это одни одни на мне форма для выхода на старт собственно вот вот в этом выхожу на старт носки четыре пара и в одних буду выходить на старт тоже шапочка не обращайте внимание вот на это на тировскую с фамилией еще не накопил поэтому будем плавать пока и довольствица тем то что есть конечно же очки тир трейсер x куда же без них и три друзья три гидрака одни и самые топовые нормальные другие так для предохранения и нужно как бы быть жматом для самого себя если есть возможность то берем все по максимуму в качестве гидрака потому что это очень важно ни одни гидраки лишними никогда не бывает чем их больше тем собственно говоря лучше меня есть возможность взять три гидрака поэтому беру три с собой в одних я прям уверен то что в новеньких тир я буду плыть это 100 процентов обезаловка ну и вот эти колхозные собственно для того чтобы были на запас пускай они будут лавочки для разминчики еще не в их не высохли сутриньи тренировочки поэтому пускай повысят уезжаем мы приблизительно где-то в шесть поэтому еще три часа свободного времени сейчас буду потихоньку не спеша собираться чтобы ничего не забыть и обязательно буду брать большую камеру с собой gopro с собой буду брать обязательно вот буду пилить для вас хороший контент на этом пока все встретимся с вами возможно мы где-то с вами скоро встретимся и я не влезаю подожди-ка курицу фольги и и какой у нас тогда мы господа вот мы и встретились уже в поезде едем мы с папой кстати в св никогда в жизни не катался на св в общем небольшая экскурсия по тому как люди катаются в св 1 постельная койка 2 постельной койка больше койка нет телевизор 2 телевизора собственно еще у нас кстати есть вот такая тема и спрашивать почему просто неправильный но достаточно быстрый привод и которые нужно вырабатывать в в общем уже все лег так скажем в импровизированную кровать достаточно удобно на самом деле потому что сверху вообще никого нет точнее верхней полки поэтому достаточно комфортно в казань мы приезжаем где-то 8 часов 7 подъем 7 20 завтрак и собственно пойдем потом заселяться где-то нам нужно будет перекантоваться какое-то время потому что заселение скорее всего только в часов 12 вот а мы уже 8 в казани ну посмотрим что то как сейчас спокойной ночи так друзья всем доброго утра я проснулся должны кстати принести еще завтрак нам вот мы брали сырники с кофе капучино вот поэтому сейчас позавтракаем и вот уже буквально через полчаса мы должны приехать в казань заселение у нас где-то в 12 будет и до 12 нам нужно чем-то позаниматься а я еще вот писал тренировку себе на сегодня потому что сегодня будет проба воды так скажем тренировка то а то но впрочем и но и и Я в Казани. Знаете, я всегда мечтал сделать такой кадр, когда, короче, в гостинице там заходишь, типа... Ну, как бы я камеру заранее поставил, вы все это прекрасно понимаете, ну, просто классный кадр. В общем, друзья, всем снова здрасте. Наконец-то приехали в Казань. Ну, на самом деле, мы уже давно приехали в Казань. Сейчас время уже практически 11. Три часа мы находимся в Казани. Вот, нас с папой, наверное, знают уже все таксисты города, потому что уже раза четыре катались на такси. Были у Кремля, кстати, вот. Достаточно очень красиво. Я прям реально, я проникся городом, пока ехали. Очень красивый город Казань. Вот реально, он чем-то напоминает, знаете, Питер, Москву. Вот что-то вот между двух столиц, если скрестить Питер, Москву, получается Казань, короче. Только сейчас вот полодинства дали нам номер, вот только зашли. До этого номер был не готов, и поэтому нам приходилось, собственно говоря, путешествовать по Казани, как я повторюсь. Сейчас к 12 папа поехал в бассейн, подавать документы, бейджики брать. Вот, в 6 часов вроде мандатная комиссия, если не ошибаюсь. И вот в 4, без 15.5, у меня будет первая тренировочка, друзья, в бассейне. И сейчас покажу вам номер, но сперва вид. Очень хочу показать вид, какой у нас здесь открывается. Очень светло, то есть здесь солнце, прям вот, короче, первое, что хочется показать, это зеркало, ой, точнее, окно, панорамное, короче, в ноги, прямо оно вот туда уходит. Здесь вместе с нашим отелем есть еще аквапарк, но не знаю, работает или нет, но нам, собственно, туда не надо. И вот, внимание, друзья, туда посмотрите. Вот туда, вдалеке, вот, вот эта вот штука, это, собственно говоря, бассейн. То есть по факту можно просто пешком пройти. Прекраснейшая тренировочка. Я, честно говоря, даже еще не смотрел номер, он, ну, он очень маленький, друзья, тут квадратов 20, наверное, даже меньше 15. У меня комната больше и то. То есть две кровати, собственно, тумбочка, мини-бар есть, телевизор, бесплатная вода, ну и ванная, естественно. Можно свет в ванне включить, пожалуйста, или нельзя? Где включается, собственно, в ванне свет? Друзья, я настолько тупой, что не могу включить свет в ванне, или там действительно не работает свет? Небольшой вброс. Я, собственно, сейчас спать ложусь, я немножко полежал, но что-то... В общем, телефон нужно зарядить, это во-первых. И что я заметил, что не только в туалете оказывается свет нет, но и оказывается во всем номере даже розетка не работает. Поэтому я такой подумал, типа, что за хрень? Я забыл, что у нас вот эта штука. Ёперный театр! Я сейчас обосрался, конечно. Включился просто телевизор. И, в общем, сейчас будем заниматься тем, чем, собственно, занимаются, наверное, большинство пловцов перед важными соревнованиями. А я имею в виду это бритье, бритье всего тела, начиная от ног, заканчивая до кончиков пальцев, спины, груди и так далее. Для более профессиональных пловцов, да и, в принципе, вообще не важно, какого бы уровня пловец, я думаю, эта тема понятна. Бритье, это снимается первый, точнее, самый старый слой эпитерия, который находится на коже. То есть мы бритьем по факту сбреваем верхний слой кожи для того, чтобы плылось, так скажем, легче. Ну, собственно, я и объяснил, для чего пловцы бреют все тело для тех, кто, если вдруг об этом не знал. Рекорд у меня по быстроте бритья занимает приблизительно 45 минут, вот, но в этом деле лучше не спешить, потому что порезы не исключительное свойство, если ты начинаешь быстро брить, особенно при бритве и порезы на ногах, я думаю, девчонки поймут, это очень довольно-таки болезненная тема, потому что маленькие порезы, они всегда такие болючие, неприятные и достаточно очень долго заживают. У меня до сих пор остался порез на руке вот здесь вот и прям до сих пор виден шрам. Это не очень приятная тема. В общем, погнали. Бриться буду в ванной и еще одна тема, бриться всегда лучше на сухую, без всяких пен для бритья, гелий, мыла и так далее, просто берем и на сухую бренемся. Так снимается верхний и тот самый нужный слой эпитерия, который нам собственно нужен. Факт у бритья не заключается в том, что мы сбриваем волосы и волосы нам мешают плыть. Если вы, конечно, такой какой-нибудь зрелый, настоящий армянин, у которого грудь вся волосатая, то возможно эти волосы вам в заплыве помешают и возможно затормозят. Но еще раз повторю, пловцы сбривают исключительно верхний слой кожи для обновления, а уже бритье волос это ну свойственно, потому что без этого никуда не избежать. Выглядит это достаточно странно, потому что я в душевой кабинке, я привык в ванне это делать и у себя дома, а здесь в отеле как-то не очень привычно. Да и блин, очень стрёмно. Вот если на бритву сюда посмотреть, здесь вот такая маленькая шелуха, это как раз та старая кожа, которую мы пытаемся удалить. Ну, а притьем волос как бы это само так получается. Без этого никуда. всем привет, друзья. В общем, иду на свою первую, ну и единственную тренировочку в Казань, короче. В общем, то, что было до этого первым кадром, это я показал то, что короче, отель, в котором мы живем здоровущий, вообще хреновый, но там по 20 этажей, мы на 13-м. Красивый вид открывается, кстати, на бассейн. Вон, вон там. Иду, значится, плавать. Иду, кстати, один. Папе нужно кое-куда отъехать по делам. Я вот иду, вообще не знаю, впустят меня или нет. Вот. Иду туда, так скажем, на путь истинный. На самом деле, вообще прикольно. Здесь домишки такие симпатичненькие стоят. Вообще прям чётенькие. Блин, а с каждым шагом, короче, басик все больше и больше, но вы, к сожалению, не видите, а я вижу. Вот. В общем, сейчас поближе подойду, попытаюсь сниму. Но он здоровый, капец! Не до долгого дня мне казалось, что чемпионат мира по плаванию проводился и как раз именно в этом бассейне, но оказывается, нет. Оказалось, что бассейн 50-метровый для спортивного плавания строился вон там вот. Там есть футбольное поле. И прямо на футбольном поле он строился. А собственно, вот в этом большом бассейне проводились соревнования по прыжкам в воду и водному полу. Вот. Я, если честно, только недавно посчитал этого википедия. Я почему-то думал, что и чемпионат мира по плаванию проводился там. Оказывается, что нет. Из таких более современных соревнований там проходил Кубок мира, чемпионат России, да и в принципе, вроде и все. То, что я помню. С каждым шагом все ближе и ближе к нему и он здоровее и здоровее. Я прям вообще... Ну, блин, я, во-первых, в Казани первый раз в жизни своей и поэтому у меня такое возбуждение. Во-вторых, ну, блин, я только на картинках и по телевизору видел этот здоровущий комплекс. Он просто пипец здоровый. Ну, вот я и уцели. Погнали! Прежде чем так выглядит раздевалка в Казани. Можно заблудиться, если честно. О! Я вроде нашел себе шкафчик. Сейчас буду переодеваться и гадать сам. в Казани. Редактор субтитров 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 субтитров. Хочу сейчас показать, где, короче, будет пока есть время. Вот здесь, в общем, это мое предположение. Будут, короче, сидеть люди на заплыв. Вот здесь, короче, проходишь такой и выходишь, собственно, в бассейн. Я очень волнуюсь и боюсь просрать заплыв, но это такая маленькая фобия. У всех, наверное, спортсменов есть. И нужно просто понять, где формирование заплывов. Чтобы найти это формирование заплывов, нужно, короче, пройти задом наперед. То есть, от выхода на старт в обратном направлении я так и делаю, следовательно, блин, где-то отсюда, наверное, вот с той двери будем выходить и уже чопать туда на заплыв. В общем, не знаю, как это будет работать. Завтра посмотрю точнее. А вот здесь, смотрите. Девочки, короче, синхронное плавание и все такие дела. Прикольно, 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 прикольно. Репся, пока я, короче, гулял здесь. Переоделся, я нашел, где будет формирование заплывов. Короче, вот эта дверь, из которой мы будем выходить. А тут, короче, будет все формирование. вот эти таблички поставят на дорожки, типа спонсорские всякие штуки. И через эти брата мы будем выходить на старт. Итак, друзья, я извиняюсь за то, что обрываю данное видео на таком вот интересном моменте. Все потому, что я решил разбить большой влог из Казани на целых два видео и через неделю выйдет второе. Вы не расстраивайтесь, оно будет не менее интереснее, чем это и я надеюсь, что это вам тоже очень сильно понравилось. Это видео и так получилось достаточно долгим и чтобы сохранить небольшую интригу и такой небольшой азарт. Через неделю выйдет вторая часть данного влога с не менее чем интересной. В общем, подписывайтесь, друзья, ставьте лайки, если вам, конечно же, понравилось. Если не понравилось что-то, напишите конструктивное свое мнение внизу в комментариях. Ну, а я с вами прощаюсь ненадолго, а только на неделю. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok